МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новость Анапа-регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. У нас после этого обращения заработала ЖКХ. Не зарастет народная тропа. В городе продолжается строительство пешеходных дорожек и благоустройство дворовых территорий. С праздником Станица! Анапская отметила день рождения большим концертом и народными гуляниями. Очень красиво, очень ухоженно, все можно сказать, но отлично. Анапа гостеприимная. Делегация из греческого города Ларисы о радушии нашей земли, футболе и не только. Два многоквартирных дома в хуторе Воскресенском остались без горячей воды. Ее отключили поставщики. Задолженность ряда владельцев квартир перед теплоэнерго составляет в общей сложности более 3 миллионов 300 тысяч рублей. Из-за этого у компании нет возможности расплатиться за газ, на котором работает местная коцельная. Как говорят в администрации города, ситуация требует неотложного решения. Глава Анапы Юрий Поляков и межрайонный прокурор Александр Фоменко занимаются этим вопросом в ручном режиме. Подробнее в сюжете. Это очень длинная история, почему долг такой большой. Мы решили, они дали мне квитанции, все, что я буду постепенно все оплачивать. Вы в интеросрочку пообещали им или что-то? Да, да, да. Ну, это самое, да. Сейчас вот машину мне завтра приехать, забрать. В двух пятиэтажках в хуторе Воскресенске, которые запитаны от местной котельной, порядка 250 квартир. Долг перед поставщиками тепла более 3 миллионов. В 11 случаях суммы более 100 тысяч. В Теплоэнерго говорят, что так или иначе работают со всеми должниками. Все индивидуально, практически во всех случаях мы стараемся вникнуть в ситуацию человека и в зависимости от сложившейся ситуации предоставить рассрочку на более длительное время, либо на более короткое. Альтернатива рассрочке – суд. Однако процесс занимает несколько лет, и за это время, как правило, задолженность растет. Этот поквартирный обход – один из вариантов претензионной работы. На этой площадке владельцы всех трех квартир в реестре должников. Один из жильцов пояснил, что заплатил порядка 20 тысяч буквально на неделю. Один из соседей, за которым долг около 20 тысяч, на смене. А в еще одной квартире живут только летом, то ли отдыхающие, то ли владельцы, которые меняются слишком часто. На днях в домах не стало горячей воды, так как местная котельная работает на газе. А у теплоэнерго нет денег, чтобы рассчитаться с поставщиками топлива. Нина Викторовна Трубоедка живет в доме со дня с дачи. Она старшая по подъезду, в котором сделан ремонт, висят фотографии и цветы, и все без исключения платят за коммунальные услуги. Ну не мы же должны к ним ходить-то, к этим должникам. Это же все-таки работа вот этих органов, ну хотя бы того же самого теплосети. Чего мы возьмем дубинки и пойдем их что ли дубасить? Теплоэнерго идет и работает с потребителями, где-то по-человечески объясняя последствия неплатежей, а где-то, используя в качестве аргумента, судебные решения. В зале администрации представители коммунальных компаний и ресурсоснабжающих организаций. Общая задолженность населения и предприятий перед газовиками такова, что отключения могут принять массовый характер. Так, одно из предприятий санаторно-курортного комплекса задолжало порядка 3,5 миллионов рублей. Переговорить немедленно, чтобы завтра были деньги. Завтра будут деньги, послезавтра, чтобы они были в межрегионе. Общий долг перед Теплоэнерго – более 100 миллионов рублей, и лишь чуть более 1% от этой суммы выплачены по решениям суда. Где-то идут разбирательства, где-то уже выданы исполнительные листы. О похожей ситуации сообщают и в коммунальных организациях. Предоставьте завтра в прокуратуру информацию о том, какое количество исков не исполнено. Мы, соответственно, проверим, насколько служба судебных приставов добросовестно. И мы уже поймем, то ли вы не дорабатываете, то ли, может быть, приставы надо активизировать. Но, действительно, вот руководители управляющих компаний, вы из года в год накапливаете задолженность. Ну, нужно, значит, понимать, что что-то не так происходит. Со своей стороны Юрий Поляков поручил коммунальным компаниям и организациям оперативно собрать около 5 миллионов рублей, чтобы направить газовикам, и объявил ручной режим расшивки неплатежей. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Коммунальные службы курорта продолжают благоустройство Анапы. По поручению главы города Юрия Полякова продолжается облагораживание так называемых народных труб. Сегодня специалисты Ремстроя привели в порядок еще один тротуар в 12-м микрорайоне. Раньше здесь была обычная тропинка, но в дождливую погоду пройти по ней было невозможно. Теперь новый тротуар позволяет сохранить обувь в порядке, сократить путь, изберечь время. В нашем районе и в городе очень прошли, очень идут большие изменения. И хотелось бы в связи с этими изменениями поблагодарить главу города Юрия Федоровича Полякова о том, что к нему обращались координаторы населения, когда обратились и попросили сделать дорожки новые. То есть в народе у нас называется народная тропа. И у нас после этого обращения, вот, это заработала ЖКХ, можно сказать, вот, начали делать народные тропы. Уже в первые дни жители ближайших домов по достоинству оценили обновленный пешеходный маршрут. Я считаю, что это очень правильно, что сделали народную тропу, потому что люди все равно ходили по грязи. А сейчас я благодарна администрации, что проводят такую акцию – народная тропа. Общественники 12-го микрорайона сейчас обсуждают с сотрудниками администрации монтаж тротуара в районе 67-го дома. Здесь также от пешеходного перехода планируется уложить новую плитку. Большое спасибо хочу выразить представителям органов ТОС на улице Чехова за организацию проведения совместных мероприятий, таких как субботники. Письменных обращений мы друг другу не пишем, что еще раз подтверждает налаженный контакт. Кроме повседневного устройства, совсем скоро начнется реализация другого крупного проекта. Здесь по программе формирования комфортной городской среды будет построен новый сквер. Руслан Душевский, Анапа, регион. Мемориальные комплексы находятся под особым контролем администрации. Сегодня глава Анапы лично проинспектировал состояние сквера боевой славы. Напомним, совсем недавно по поручению Юрия Полякова здесь вместо торговых ларьков установили две сорокопятки – легендарное орудие победы времен Великой Отечественной войны. Глава потребовал в кратчайшие сроки привести в порядок мемориальные плиты и провести благоустройство на всей территории парка. Обошли весь сквер, Сергей Николаевич. Все, от угла до угла, по проходам, везде, посмотрели все. Где завяли цветы, убрать, пересадить, полить, привезти. Здесь будут, все люди будут здесь. Задача понятна? Старт генеральной уборки перед праздниками был дан в минувшие выходные. На субботник вышло более двух тысяч анапчан. Городские коммунальные службы вывезли порядка 60 кубометров мусора. Приведены в порядок памятники и мемориальные комплексы в городе и сельских округах. Мемориальный комплекс «Три свечи». Там заменили деревянные конструкции по сидячим местам, по периметру. Произвели им косметический ремонт, покраску элементов, которые требуют покраски. Это здесь, в сквере боевой славы. Здесь обновили памятники. Здесь уверены, что все мемориальные комплексы будут готовы к празднику. В Анапе продолжается цикл военно-патриотических мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня митинг памяти состоялся у мемориала «Три свечи». Этот год для Краснодарского края особенный. 75 лет со дня освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ. Тяжелые годы Великой Отечественной войны, неостывшая боль, афганских ран, военные действия в Чечне. И каждое время рождает своих героев. Мы должны помнить тех, кто освободил этот город, что сегодня светит это яркое солнце, что сегодня спокойно мы можем трудиться и, главное, учиться. Особенно хочу обратиться к вам, ребята. Все это делается для вас, чтобы вы помнили тех, и какой ценой завоевана эта свобода. Воин, как правило, погибает дважды. Первый раз на поле боя, а второй, когда память о нем исчезает из людских сердец. Я хочу обратиться, конечно, в первую очередь к молодежи. Вы строите свою жизнь, и каким оно будет, зависит только от вас. Всякий раз, когда приближается 21 сентября, день освобождения Анапы, жители вспоминают о тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей страны. Обо всех, чьи имена высечены на памятниках и мемориальных плитах, увековечены в названиях улиц. О тех, чьи имена остались неизвестными, чье имя – солдат. «Сколько лет замчало сих пор, и только вечный козер не говорит о войне, о войне». 385 дней и ночей Анапа находилась в оккупации. Более трех тысяч солдат и мирных жителей покоятся в братских могилах на территории муниципалитета. Останутся мемориалы и обелиски. И останутся навсегда три свечи, как память погибшим анапчанам в Великой Отечественной войне в Афганистане и Чеченской республике. Руслан Душевский, Анапа. Регион. 182 года исполнилась станица Анапской. Накануне здесь отпраздновали это событие. Экономические связи с городом крепнут год от года. Фактически станица стала его частью, не забывая о традициях и сохраняя неповторимый многонациональный колорит. На сцене коллективы станичного дома культуры и гости из города. В зале почетные гости и жители. Их поздравили от имени главы курорта Юрия Полякова. Население Анапской 26 тысяч человек. С точки зрения экономики, сегодня это фактически часть города, хотя особый станичный дух здесь стараются сохранять. Все зависит от таких мероприятий, которые сегодня проводятся, где говорится о традициях, где говорится о той роли сегодня наших старших товарищей, которые 70-летие освобождали нашу станицу и нашу Кубань. По случаю праздника отметили заслуги более чем 50 станичников, работников практически всех отраслей экономики, учащихся спортсменов. Среди награжденных председатель совета ветеранов Эдуард Мавян, а также депутат муниципального совета и директор станичного дома культуры Светлана Хижняк. Грамоту главы сельского округа вручили председателю профсоюза работников образования Дмитрию Байдикову. Он как раз из тех, кто работает в городе, а живет в станице. Конечно, любому человеку приятно, что отмечают не за основную работу, как по государевой службе, а за то, что ты житель, общественной работой занимаешься, ну и что-то можешь изменить в облике станицы. По его мнению, одно из самых главных событий года – строительство в Анапской тренировочной базы к чемпионату мира. Идет процесс передачи объекта муниципалитету. Там будут заниматься юные футболисты. Кроме того, в 21-й школе появится спортивный зал. По словам Даниила Ильченко, почти все его одноклассники занимаются спортом. Сам он 6 лет назад увлекся дзюдо. Теперь бокс и футбол как хобби. На футболе 12-й есть, есть ли тренироваться. И у нас бокс в Анапской есть. Танцы тут занимаются. По словам руководителя территориального общественного самоуправления Александра Жукова, важно то, что проект реконструкции станичного парка попал в государственную программу. Кроме того, в этом году активность дорожных работ была достаточно высокой. Лукьяненко, Лермонтова, Пионерский, Совхозная, которая вообще не отсыпалась лет 17. Никогда столько не была отсыпана, как этот год. Станица развивается. Это видно и по количеству детей. Именно поэтому по поручению главы Анапа был сформирован и поставлен на кадастр участок, где уже в обозримом будущем можно будет разместить школу или детский сад. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Наши гости из греческого города по братиму Ларисы под впечатлением от необычайной теплой атмосферы и радушия, которыми их встретила Анапская земля. Тренер любительского футбольного клуба Лариса отметил, что Россия не зря заслужила право принимать чемпионат мира, а также встретился с анапской командой и отметил работу коллег, которые занимаются озеленением. До этого гость никогда не бывал в России. Однажды приезжал на товарищеский матч в одну из республик бывшего СССР. Сегодня ЦОСО Станасис тренирует команду муниципалитета. Его основная работа – уличное озеленение и газона на 180 объектах, поэтому внешний вид города он оценивал еще и как профессионал. Очень красиво и по-хозяйски все выглядит. Видно то, что проводится работа. Мне кажется, здесь поливают немного меньше, чем в Ларисе, но у нас пожарче. Очень красиво, очень ухоженно все, можно сказать, на отлично. По мнению специалиста, у футбола в городе-курорте большой потенциал, который вполне возможно реализовать, особенно с учетом двух стадионов мирового уровня, построенных к мировому первенству. Я видел много ребят, которые играют в любительских командах, но с потенциалом профессионалов. Если с ними поработать, то они могут выйти на очень хороший уровень. С талантами нужно работать. На любительском турнире команда заняла четвертое место. По словам тренера, по причине занятости не смогли приехать три очень сильных игрока. С ними гости вполне могли бы побороться за пьедестал. Однако самое главное – это возможность познакомиться с Россией, Краснодарским краем и Анапой. Больше всего запомнятся люди, атмосфера, которую не передать словами. Все обнимают, зовут в гости. Здесь очень много греческого. Хотелось бы приезжать сюда еще и еще. Это память на всю оставшуюся жизнь. Спасибо всем организаторам, каждому, кто вложил хотя бы маленькую частичку. Когда мы приедем в Ларису, вы знаете, что мы расскажем об этом всем. Я много где был, но те моменты, которые пережили здесь, это не объяснить словами. Это нужно сюда привезти человека и ему показать. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски и новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Анапрегион.ру. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Специально для муниципальных служащих скидка на абонемент 20%. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. При первых каплях дождя или хлопьях снега даже незначительные вещи приобретают большое значение. Не обязательно уменьшаться до размера молекул, чтобы понять, сцепление с дорогой уменьшается. Следите за прогнозом. С первыми признаками непогоды будьте внимательны. Снижайте скорость.